Друзья мои, всем привет! Начало июня. Тема сегодняшнего видео – посадка саженца ежевики в грунт. Есть свои тонкости. Я вам сегодня расскажу достаточно простой способ посадки, такой экспресс-метод посадки ежевики. Видите, вот сорт кеда – это новый сорт ежевики, который я недавно приобрел. Сорт буду испытывать в Московской области. Буду испытывать, как он себя здесь поведет, насколько рано вступит в плодоношение, как хорошо перезимует. Это сорт обычный ежевики, но бесшипный, раннего срока созревания и с заявлением, что, возможно, он еще относится к промышленным сортам с очень вкусной, крупной и сладкой ягодой. Но это, конечно, надо все проверять, надо испытывать. Так заявляют производители, разработчики данного сорта. А его, так скажем, вывели, разработали селекционеры из Арканзаса, то есть сорт американский. Ну, давайте сейчас перейдем к посадке. Прежде чем начну показывать и рассказывать, я, как обычно, предложу вам подписаться на канал, если вы ко мне зашли в первый раз. Если какие-то вопросы у вас есть, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях можете поделиться вашим опытом выращивания ежевики в ваших условиях. Будет интересно, отвечу на все вопросы и комментарии. Ну и, конечно, если вам видео понравится, можете в конце поставить вот такой значок лайк. Итак, давайте перейдем к приготовлению места посадки под ежевику. Я поступаю следующим образом. Смотрите, я примерно вскапываю лопатой, ну, у меня уже тут подготовлено, вскапываю лопатой круг диаметром около полуметра, 50 сантиметров. Выпалываю, естественно, сорняки. Ямку пока не делаю, сейчас покажу, почему я не делаю сразу ямку. Приготовил удобрение. Удобрением пользоваться буду минеральным. Также, если у вас есть хороший перегной, либо компост, очень рекомендую вам его добавить, высыпать прямо вот в место, где будет ваше расти ежевика, либо в посадочную ямку, либо вот таким вот способом, как я вам сейчас покажу, простым экспресс-методом. Ведро перегноя на одно растение ежевики будет очень хорошо, и растение скажет вам спасибо. Если у вас перегноя нету или компоста, то можете применить хорошее удобрение. Удобрение я беру минеральное, естественно, оно универсальное, так скажем. В нем есть все и азот, и фосфор, и магний, и все остальные нужные микроэлементы и компоненты. Вот так, смотрите, я примерно в радиусе 50 сантиметров-полуметра распределяю удобрение, рекомендованную дозу. Далее беру лопатку и хорошо вот так вот его смешиваю с почвой. Теперь же я формирую посадочную ямку. Яма у меня на глубину штыка лопаты, примерно 20, максимум 30 сантиметров. Корни и ежевики распространяются в стороны, очень глубоко они не идут, поэтому смысла копать глубокие ямы нет никакого. А вот в ширину, конечно, можно почву облагородить, особенно если она у вас небогатая, бедная, обязательно добавляйте органику. У меня почва достаточной плодородности, поэтому я вот могу обойтиться и без добавления органических веществ, без несения их в посадочную ямку. Итак, извлекаю растение. Смотрите, какая хорошая корневая у него. Ком полностью земляной оплетен. Ну и аккуратно, конечно, я сейчас опущу растение в ямку. Сажать ежевику надо на том же уровне, где она росла, без заглубления корневой шейки. Ну, если вот у меня вот здесь корешок уже видно появился, я ее чуть-чуть, буквально на один сантиметр, может быть на два, посажу чуть поглубже. Присыпаю землей. Хорошо. Уминаю и формирую небольшую такую вот в основании куста поливочную лунку, чтобы вода, которую я сейчас обязательно еще дополнительно полью, чтобы вода не растекалась. И смотрите, у меня саженец достаточно высокий, и так как у меня есть шпалера, я его сразу прикреплю к нижней проволоке шпалеры. Креплю я вот такой вот проволочкой обычной, по аналогии с виноградными лозами. Сейчас я вам поближе покажу обязательно. Вот смотрите, вот так у меня закреплен посаженный саженец к нижней проволоке шпалеры. Она находится примерно в 50 сантиметрах от поверхности почвы. Если у вас шпалеры нет, ничего страшного, вы можете рядом воткнуть кусочек арматуры. Кусочек арматуры нужен будет, пруток арматуры достаточно высокий, не менее метра, так как ежевика достаточно высокорослое растение. Оно дает длинные лозы. Либо обычную, возьмите деревянную палочку, чтобы к ней можно было привязать стебель ежевики. Итак, стебель закреплен, саженец в земле. Ну и обязательно, конечно, полив. Поливать я вам рекомендую очень обильно. Это примерно 10 литров воды на одно растение. Поливаем постепенно, чтобы вода уходила, чтобы почва обволокла корешки и растение хорошо прижилось. При поливе в воду можно добавить также стимулятор корнеобразования, ну, например, корневин, либо любой другой. Это простимулирует корни растения, если оно ослаблено к быстрейшему укоренению. В принципе, и на сильном растении также его можно применить. Будет не лишним. Друзья мои, если вы сажаете сразу несколько растений, такой вопрос у меня часто задают, какое оставлять расстояние между растениями, то если у вас ежевика одного сорта, то можно оставлять и сажать растения достаточно близко. Кустик от кустика я бы посадил через один метр. Если у вас разные сорта, вот как у меня, смотрите, у меня вот здесь растет сорт джамбо посажен, сладкая ежевика, бесшипая. А следующий сорт у меня, вот кеда, который я высадил, находится в полутора метрах от него. Тогда растения не конфликтуют, не конкурируют и хорошо себя чувствуют. Расстояние между рядами ежевики, если у вас большое количество саженцев посажено, между рядами оставляйте не менее двух метров, я вам рекомендую. Тогда ежевика не будет затенять друг друга и не будет между собой конкурировать. Также она будет хорошо освещаться и проветриваться, что тоже немаловажно. Друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Остались вопросы, пишите, задавайте их в комментариях, делитесь вашим опытом. Всем хорошего, до новых встреч, пока-пока.